приветствую вас уважаемые зрители внезапно для самого себя решил с вами поделиться своим мнением о браузере опера не могу больше терпеть я оперу просто обожаю и так перед вами самый обыкновенный на первый взгляд браузер опера спросите об этом мальчишку что в доме напротив живет он с именем этим ложится он с именем этим встает действительно чем же опера отличается от многочисленных других браузеров собственно почему у меня опера побудила делать целое отдельное это видео которого дорогого стоит для меня потому что у меня времени даже на личную жизнь а я сделал целое видео посвященное опере что же в опере такого грандиозного начну по порядку начнем пожалуй рассматривать основные уникальные особенности браузера опера и так повторяйте сразу за мной просматривая часть этого видео что вы сейчас смотрите ставьте его на паузу и повторяйте примерно те же самые действия что я буду сейчас делать первая удобная особенность браузера опера при запуске сохраняет открытые вами ранее вкладки предыдущего последнего сеанса допустим вы много работали открыли 10 вкладок решили закончить работу закрыли просто оперу и все не думая о том что ваши ранее открытые вкладки куда-то то пропадут и их нужно будет искать заново это очень удобно на самом деле например при аварийном сбое компьютера при аварийном отключении компьютера после перезагрузки компьютера и открытии оперы все ваши вкладки сохраняться кстати эта настройка по умолчанию то есть ее не надо активировать после установки браузера опера что также очень удобно у оперы очень дружелюбный интерфейс но это вы сами без меня знаете я просто напомнил но новичкам будет полезно иметь это в виду что с вами нет ничего на чем я остановился идем дальше обратите внимание на то что помимо основной верхней полоски или скажем пространство для новых вкладок браузера у нас есть еще одна такая же дополнительная полоска дополнительное пространство для вкладок то есть мы можем открыть в два раза больше вкладок чем в обычном браузере это очень удобно именно эту полоску можно использовать как быстрый доступ к определенным вкладкам можно быстро открыть любой нужный нам сайт например сайт оплаты за жкх и так далее причем эти сайты во второй дополнительной полоски будут всегда перед вашими глазами и вы точно не забудете самое важное и всегда быстро получите к тем вкладкам доступ к тем сайтам которые для вас наиболее важные и это вторая уникальная особенность браузера опера возможность дополнительно размещать в два раза больше вкладок в пределах одного окна браузера теперь давайте рассмотрим поподробнее как добавить вкладку во вторую полоску для этого делаем следующее выбираем нужный нам сайт страничку допустим я хочу сохранить во второй полоске этот вот канал на который я подписан я его значит открываю и вот тут справа вверху жму на это сердечко левой кнопкой мыши раскроется контекстное меню я тут выбираю пункт панель закладок и закладки так и жмем готово все как мы видим нужная нам вкладка добавилась на эту дополнительную вторую панель вкладок мы мы можем также удалить ненужную нам вкладку из данные панели нажав на ней правой кнопкой мыши и выбрав пункт убрать в корзину кстати панель управления закладок находится вот здесь слева вот в этой дополнительной левой панели браузера опера где кстати есть куча ништяков которых я конечно говорить не буду ибо меня интересуют в данный момент лишь закладки и вкладки это основное и бескомпромиссное преимущество оперы и так вот этот значок такой же сердечко жмякаем на него раскроется панель управления закладками и здесь мы можем делать закладками все что угодно перетаскивать их в разные папки создавайте новые папки закладками удалять ненужные закладки и так далее но это панель нам не понадобится я позже скажу почему или вы сами все поймете но для общего развития знайте что можно и отсюда прямиком помещать и нужные вкладки на вторую верхнюю дополнительную панель закладок путем обычного перетаскивания курсора мыши за нужную нам закладку предварительно зажав левую кнопку мыши на нужной нам закладки и не отпуская кнопку введем курсор на верхнюю панель закладок тут же нам предлагается дать название добавляемые закладки я например подпишу жкх так как плачу за жкх через этот сайт ну теперь очень удобно во первых всегда на глазах будет данный сайт я не забуду оплатить кварплату во вторых очень оперативно когда надо один клик и я уже на данном сайте плати и не хочу не хочу но и это еще не все следующую уникальную и супер важную особенность я назвал создание дополнительных пространств для вкладок собственно именно это меня побудило создать это видео даже для меня это было шокирующим приятным сюрпризом хотя я браузером опера пользуюсь уже давным-давно это даже можно проследить по моим видео и так несмотря на то что у опер есть большой потенциал в отношении дополнительного пространства для вкладок я нашел еще больше вкладок я не шучу смотрите сами и так помимо основной стандартной верхней панели для вкладок браузера опера имеет дополнительную вторую панель закладок где могут располагаться закрепленные вами вкладки это мы разобрали но это еще не все смотрите сюда я нашел в опере целое сокровище вот здесь в левой и дополнительной функциональной панели опера имеется такой значок это так называемое пространство по умолчанию имеет название пространство 1 ну вы можете сменить название на другое это ваш как бы первый браузер со всеми вкладками со всеми основными вкладками расположенными в основной стандартной и верхней панели для вкладок браузера смотрите на скриншоте панель основная ниже еще два значка это уже дополнительные пространство пространство 1 и пространство 2 которые создал я под себя для удобного интернет серфинга эти дополнительные пространства может быть сколько вам угодно но вы уже наверное поняли что каждое отдельное пространство представляет собой чистую основную стандартную верхнюю панель для вкладок браузера то есть эти пространства имитируют как будто вы открыли еще один браузер опера но при этом вы не открываете новый браузер хотя и это можно тоже и это важно и в эти пространства мы можем добавлять любые вкладки но уже можете сортировать по темам собственно сами вкладки браузера и это очень удобно не только для интернет серфинга но и внезапно для создания новых видео для youtube а да как я раньше страдал от того что у меня не хватало основной верхней панели для вкладок мне надо было открывать до 10 и более вкладок одновременно и все это не помещалось в основной стандартный верхнюю панель для вкладок браузера да я всегда пользовался оперой но я не знал про эти пространства а как только узнал сразу поспешил делать это видео что вы сейчас смотрите а если открываешь много вкладок то они начинают скукоживаться так как для них все меньше и меньше и остается место и понять где какая вкладка находится существенно затрудняется это вносило неудобства в мою работу постоянно меня раздражало но сейчас благодаря этим дополнительным пространством у меня открылось второе дыхание и я буду как никогда раньше выпускать и новые видео на улице для вас мои уважаемые зрители пусть хоть для одного человека я буду делать видео несмотря ни на что чтобы промокнуть там под мужицким дождем с неба падают мужики не знаю почему народ негодует обижается на youtube за отключение монетизации там у меня ее никогда не было и не будет я делаю видео потому что это порыв души не потому что я хочу какие-то там деньги заработать поэтому друзья ловите момент пользуйтесь этим супер удобным браузером опера свое удовольствие а мы тем временем продолжаем и так давайте теперь попробуем создать дополнительное пространство для вкладок смотрим и повторяем за мной вот здесь я создал пространство 2 со своими ссылками которые ранее засоряли мне эфир и мозолили глаза в пространстве 1 вот я создал пространство 3 здесь у меня также вкладки по определенным тематикам так надо поверьте это очень удобно и так чтобы создать дополнительное пространство щелкаем правой кнопкой мыши вот здесь по значку и в открывшемся меню выбираем пункт управление пространство мини здесь выбираем пункт добавить выбираем подходящую иконку для вашего избранного пространства в пункте имя мы можем дать конкретное тематическое название новому пространству и жмем создать как мы видим тут добавилась еще одна иконка с еще одним тематическим пространством куда я буду добавлять соответствующие вкладки чтобы переместить определенную вкладку в только что созданное пространство игры жмем правой кнопкой мыши по вкладке и в меню выбираем пункт переместить вкладку в пространство и выбираем то пространство куда мы хотим переместить данную вкладку в данном случае в пространство, которое я назвал игры. Вуаля! Проверяем. Выбираем пространство игры и убеждаемся в том, что вкладка успешно переместилась в данное пространство. Помимо вот этих вот особенностей оперы, в ней еще полно всяких мелких удобных штучек. Например, удобно пользоваться историей, посещение сайтов в один клик. Это очень удобно и сподручно. Кстати, вы можете настраивать вот эту вот левую дополнительную функциональную панель под себя, добавляя или убирая определенные элементы. Вот рядом значок для быстрого доступа к расширениям для оперы. Зачем нужны расширения для браузера оперы? Например, чтобы посещать сайты с ограниченным доступом. Именно для этого нужно устанавливать VPN расширения для оперы. Но это уже другая история. Все в одном видео не расскажешь. Да и не надо этого. Кому надо, тот и сам разберется, что ему нужно, а что нет. Помимо всего этого, о чем я сказал ранее, хочу обратить внимание на такой момент. Допустим, откроем рандомное видео на ютубе. Обратите внимание вот сюда. Мы видим количество просмотров, но не видим дату опубликования данного видео. Решается эта проблема одним единственным способом. Даже не ищите других путей. Работает на данный момент только вот этот вот способ. Значит, отводим курсор примерно куда-нибудь в район верхней панели и нажимаем и держим кнопку control. А на мышке колесиком отводим назад. Таким образом появится специальный значок, формирующий вас о изменении масштаба интерфейса браузера. Если мы сделаем масштаб интерфейса браузера, например, 90%, то мы увидим, как магическим образом появляется дата опубликования видео. Это на самом деле очень важно. Важно понимать, когда, в принципе, то или иное видео вышло в свет от того или иного автора канала. Да, такая досадная проблема имеет место быть на ютубе. Мелочь, а неприятно. Для меня гораздо важнее видеть именно дату опубликования видео, а не кнопки поделиться и сохранить и так далее. Но это же очевидно, по-моему. Надеемся, что когда-нибудь ютуб решит данную проблему с масштабированием интерфейса. Ну а если нет, то мы знаем, как эту проблему решить легко и просто раз и навсегда. Вот таким вот получилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это на самом деле очень важно. Всем спасибо за внимание и я надолго не прощаюсь. Не отписывайтесь от меня, еще много интересного будет у нас впереди.